Уважаемые жители города Новосибирска, я рад приветствовать вас на открытии 100-го кранера компании Телли... Ты знаешь, такой... Ну, как выключающийся пылесос, вся сцена такая... Ну, в сложном месте. Начинаешь? Что вы сейчас с этим? Генералы! Я уже стал, ну, так, кому и поддворникам. Телли-два, директор... Ну, в лучшем случае я вот в швеции. Понимаешь? Ну, стандартный стой – это тендеры, там, всякие госзакупки и прочая история. Потом, ну, как бы, ставки конференции, личные знакомства, контакты. Ну, и, как вариант, вот есть колд-кол. Старый добрый колд-кол всегда работает. Вот у вас в Москве... Другой рынок? Да. Вообще, рынок другой, люди другие совершенно. Они эти стихи не понимают, короче. Ну, то есть, понимаешь, насколько вот разная картина мира реально у всех. И вот, ну... Че, всем привет! Сегодня у нас в студии Александр Воробьев. Здорово, Саша. Привет! С Александром мы недавно ходили в Сандуны. Я думаю, большую часть истории ты сейчас слушаешь. Не, ну, какие-то детали все-таки мы оставим. Да. Почему? Почему мы пригласили Александра? С одной стороны, что мы соседи по бизнес-центру. А с другой, более главной стороны, то, что Александр тоже из разряда твердых людей. Вот. Я думаю, сейчас Саша расскажет, какие у тебя есть результаты в бизнесе. Вот. Желательно с оборотами. И мы все сделаем выводы и поймем, что есть, с чем у человека получить. Есть компания «Бетелье место». Мы занимаемся организацией про-макции мероприятий. Называется «Агентство ProLight» в городе Новосибирске находится. Ну, обороты там плавающие. Но за прошлый год стоило 100-110 миллионов. А сколько лет всего? Компании семь лет уже. А, нет, восемь лет. Вот. Вспомнилось неделю назад, кстати говоря. Что там, к миллиарду не подбирается? Вся рост не подбирается. Пока мы как-то вот… У нас раньше был очень активный рост, а потом бизнес вырос и он стал такой очень спокойный. Где-то 20% прирастает. Хотя прирастали там и по 100, и по 150. Ты говоришь, что на Новосибирске и Красноярск, да? Да, это Новосибирск и Красноярск. Вот. Потом есть здесь в Москве IT-компания, занимаясь оптимизацией и автоматизацией маркетинга. Это филиал немецкой софтверной компании. Мы здесь запартнерились, в общем, мы представляем их интересы. Брандмейкер. Мы развиваем бизнес, да. Называется brandmaker.com. Вот. Есть здесь у нас небольшое тоже ивент-агентство, называется «NR Marketing». И новый супер крутой и интересный проект, над которым я сейчас особенно работаю. И во многом благодаря твоим подсказкам, Руслан, тоже. Все получается хорошо. У нас сейчас называется «Mati Patti», это корпоратив в коробке. Так вот при этом, при всем, Александр, я не побоюсь этого слова, от бога таланта тебя. Не то, что мы даже музыканты, а певцы и музыканты. Это же разные, да? Нет, одно и то же. А, одно и то же? Ну вот, офигенное исполнение. И вот, какой ты, ты сейчас совмещаешь, ты выходил в сторону музыки и возвратился. То есть, какой путь ты выбрал и как тебе кажется правильно? Я человек фанатичный очень, да. Было как. Я закончил… У тебя же альбом какой-то есть. Да, да, да. Есть альбом. Грута называется «Сантил». Можно ВКонтакте набрать. У нас есть несколько роликов, у нас есть песен довольно много. Было как. Значит, в 19 лет я закончил университет. Сибирский государственный. По специальности нефтяник. И, в общем, поработал на буровой. Ну да, естественно, что музыка. Это же сама судьба в музыку и в рекламу выходить после нефтяной специальности, да. Ну, я рано закончил лузу, в общем, поработал, посмотрел, но все это представилось мне не таким, как вот было в моих мечтах и иллюзиях. Вот, вернулся в Новосиб и упал, познакомился с партнером. И, кстати, ну, это одно из главных событий вообще в моей жизни. Ну, про партнеров можно вообще про партнерства поговорить отдельно. Познакомился с партнером. Он меня пригласил сначала как менеджера и его собственный бизнес. И все, и упал я, короче, в event management его и главное агентство. То есть мы были маленькое такое подвальное агентство. Начинали втроем в подвальчике. Ну, классика, в общем, наверное, многие через это проходили. Быстрый рост, хаос, там, весело, душевно и так далее. Вот, на два года я упал, даже на три где-то. Ну, то есть только этим занимался, выпал из жизни вообще. Не друзей, там, не любовниц, не жен, ничего вообще. Вот. Ну, то есть это был, конечно, это был дисбаланс, прям, серьезная такая дисгармония. Потому что, ну, вот прям реально забил на все. Хотя, конечно, преуспел, там, ну, короче, вынырнул я оттуда с новой BMW. Там еще с какими-то благами социальными. Но, да, по здоровью, конечно. Ну, не то, что по здоровью, но вот реально почувствовал себя лет на семь, на восемь старше после этих трех лет такой вот работы. Вот, и после этого, в общем, как-то мой фокус оттуда ушел. Ну, мне просто тупо как-то стало скучновато, да. И, соответственно, я захватила творчество, музыка. И мы стали серьезно очень развивать вот проект «Музыкальный ассортив», который называется. То есть к тому времени уже смогли бизнес организовать так, что вот нашего операционного участия не было нужно. В принципе, мы как бы на тактических собраниях, на стратегических сессиях присутствовали. Но вот каждый день там не было необходимости присутствовать. Поэтому, в общем-то, ну, собственно, по этой теме я и в Москву переезжал, как бы, здесь вот занимался музыкой, там, музыкальной индустрией и всяческой. Мы говорим, что ты вернулся, вернулся обратно. Да, и, значит, с музыкой, что, ну, сам понимаешь, когда ты чему-то перестаешь немонию уделять, оно кричит, кричит, говорит, «Саша, вернись ко мне, скажи, я по тебе скучаю». Это вот так же, там не соскучился бизнес очень сильно. Вот. И в бизнесе оно, как бы, наступило, вот было вот так, да, к чему я очень привык и очень люблю. Вот так, вот такой вот рост. А у нас наступил вот такой вот более плавный рост. Для меня стагнация, для меня это вообще регресс, это хуже, чем даже вот, 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 кризис. Ну, то есть, ну, да, в принципе, в природе это либо вверх, либо вниз. Ну, да, да. Вот, если так, то плата вот эта, конечно. Ну, и, как бы, пришлось музыку отодвинуть. Ну, как, это невозможно отодвинуть, это есть к тебе, ты все равно поешь, там, еще что-то. Но вот именно вот я имею в виду такое профессиональное занятие. То есть, музыкант – человек в душе, он творец, и, там, многие люди – творцы. Кто-то там в музыке… Ну, короче, в этом это все совпадает. То есть, ты творишь там, созидаешь тут. Абсолютно, да. Ну, то есть, моя роль просто созидательная такая, вот, она и в бизнесе, и в музыке. Вот, вчера с Максимом по генераторам обсуждали вот эту теорию, что с войны, когда возвращались самолеты, смотрели, где дырки от пуль, и делали неправильные выводы. Ну, то есть, какие самолеты возвращаются. Надо смотреть на те самолеты, которые упали. Поэтому, офигенно было бы, Саша, поговорить по поводу ошибок в твоем бизнесе. Но перед тем, как перейдем к ошибкам, если в двух словах, вот, по какой причине? Было ProLight, было там ProNight, еще куча-куча ваших людей, которые с вами в гараже стартовали. Ну, почему у вас оборот, там, 110 миллионов, а кто-то так и не сделал, и бизнес может обедать. Ну, я думаю, что, ну, во-первых, ну, как-то сразу, знаешь, над нами даже как-то посмеивались. То есть, вот, спустя два года уже бизнеса, ну, вот, представь, мне 21 год, и мы организовываем первую стратегическую сессию, где я говорю, что через три года мы должны стать стратегической компанией. Я говорю, Либуба, это кто-то, стоял-то не ее роль? Нет. Он говорит, Либуба, это станет номер один наших, да, американцев там вообще. Ну, у нас меньше мы ждали. Ну, примерно так, я говорю, вот, мы должны стать через три года в нашей стратегической линии долгосрочной планировали. Ну, начитались там, Том Питерсов, там, не знаю, куча всего всяких, Томас Гэддер, Стивенов Кови, вот, и... Коллинз там, поздравил. Да, 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 вся, вот эта вся, братья, это тоже такой пройденный этап. Чтение этих книг захлеб просто было очень много. И, ну, когда вот, я говорю, мы через три года должны стать международной компанией. Ну, когда ты сидишь, ну, реально, вот, у нас там офис был на улице Державина. Тогда нас было уже 20 каких-то человек. Ну, как бы он такой был, простенький офис. Ну, это как-то вообще, ну, это просто, ну, это вообще, вот... Люди смотрят на тебя и думают, ну, он сам вообще бред говорит какой-то, понимаешь, там, да. И потом, я не знаю, как это происходит, но вот через два года Леша едет, партнер мой, стажировка по президентской программе в Германию, там, знакомится с компанией Brandmaker. И вот это начинает разворачиваться. И, по сути, там, ну, может быть, мы еще, там, не мультинациональная корпорация, но, тем не менее, вот, ну, сложилось то, что мы и загадали. Некороченное намерение и видение. Да, то есть, если у тебя есть долгосрочное понимание, куда ты идешь, и что ты хочешь, да, ну, ну, это первое, наверное. И, скорее всего, вот в нашем бизнесе очень много появлялось, и они, кстати, очень сильно индустрию портят. Это конторы однонемерки такие, знаешь, которые хотят по-быстрому прийти, нахрапать, уйти, там, ну, вот, они проявляются то под Новый год, эти подснежники, то еще когда-нибудь, там, вот. Мы сразу понимали, что мы, как бы, здесь не на один день, и, в общем-то, поэтому, наверное, и удалось остаться на подольше на рынке. Так что такая вот история. Саша, давай тогда к ошибкам. Не, ну, если были ошибки, а ты их преодолел, сидишь здесь, наверное, ты понял, как с ними работать. Расскажи там о двух-трех ошибках, которые могли, условно говоря, похоронить, да, всю компанию, вы смогли вовремя сделать мораль, там, выводы и так далее. Есть же такие, которые еще могут. В принципе. Ну, во-первых, Примасштабирование может быть что-то проблема. Да, если говорить вот о росте, да, ну, мы как люди амбициозные, ну, знаешь, сейчас такая вообще ошибка быть сильно умным, короче. Вот там ребята из бизнес-молодости тоже говорят, там, слушай, не рефлексируй. Раз, два, три и все. И вот мы тоже как-то, ну, подумали так, значит, вот мы сейчас, у нас уже получается раз, два, три, четыре компании, и вот у них у всех есть админ, у них у всех есть бухгалтер там. Давай-ка нам. Почему, почему вы не взяли, не свести все в единую компанию, да, сделать? Ну, холдинг, да, ну, то есть, да, вот так, ну, группа компаний, а будет УК и будет холдинг. И вот был такой согласный. Да, да, звучит неплохо, в общем-то. Ну, рэм-холдинг мы назывались. Ну, и, как бы, смысл в чем? Ну, это игрушка была, в которую мы потратили, ну, довольно много денег. Но мы это сделали преждевременно на опережение. То есть, вот не тогда, когда бизнес стал уже кричать и плакать, и говорить, типа, вот, Руслан, сделай, пожалуйста, управляющую компанию, мы там не можем. Нет, мы сделали, что вот, типа, вот, мы же вот-вот-вот сейчас станем очень большие, и надо по-любому этим правильно управлять, там, и оптимизировать. Но не было такой потребности, что вот надо это прямо делать здесь и сейчас. В итоге наняли туда, значит, директором управляющей компании, мы наняли топ-менеджера компании УТС, мы тогда уже могли себе это позволить. И он пришел прям рубить с плеча, знаешь, коррективными методами. Ну, вот как вот в крупных госкорпорациях все устроено. Ну, вот они вот любят, чтобы друг по другам там все ходили. Ну, типа того, да, да. Вот, да, да, то есть там, напиши мне записку там, напиши мне там, ну, вот, документ оборот стал наруливать там и всякие. Короче, ну, сразу пришел мотивацию поменял там и так далее. В общем, начал внедрять очень много реформ. И вот эти изменения, они реально очень сильно стали портить компанию. Там, мы повлекли за собой такие серьезные процессы, о которых там, ну, как бы… Это прям революция, да, вау. Ну, да, да. И, ну, на самом деле, если быстро происходят какие-то серьезные, быстрые изменения, ты должен быть готов к тому, что, ну, что-то может посыпаться, да. Поэтому, ну, вот сейчас, как бы, стараемся придерживаться больше формулы. 88 на 20, там, вот, Испаретто, Лиза Тарасов так тоже говорили, что 20% нового, 80% старого. То есть, вот тогда система стабильна остается и, как бы, вот, резко стараемся не реформировать ничего. Меня этот Андрей познакомил с людьми из экспедиции. Экспедиция мне подарила книгу. Вот я вчера, вот, перед этим интервью, как раз, думал, что тебе поздавать. Читал книгу, и там был такой момент, когда экспедиция начала расти, там, холдинг Руян был. И он говорит, и мы тоже начали делать, значит, там, управляющей компанией. И вот это было очень похоже, что есть, как бы, бизнесы разные. И мы над этим бизнесом пытались понтона объединить отдельной, короче, горой. Вот, и все это нахер валилось. И в итоге он понял, что пусть каждый бизнес будет этот свой спецназ, да, который вот так вот быстро разруливает ситуацию. Да, да, да. И нет вот этой громоздкой, медленной, да, то есть неповоротливой. Где эти знания были раньше, понимаешь? То есть, реально, вот, кажется, вот, вот, ну вот Новосибирск, Красноярск, там, похожие бизнес-процессы, все одно и то же, там. Или, там, у нас есть еще одна компания, Новосибирск, она, вот, очень похожая. Но, блин, реально, вот, они настолько разные и настолько, вот, я даже не знаю, как это объяснить. Вот, по сути своей все стандартизировано, все одинаково. Но в компании все равно есть какой-то дух и вот какая-то душа, и которая все равно как-то направляет их по-разному. И все, все процессы реализовываются совершенно по-другому. Поэтому, ну, как бы… Ну, сейчас вывод какой, то есть, стоит делать УК? Или это когда реально бизнес уже? Я думаю, что УК стоит делать. Ну, то есть, из УК мы все-таки вышли, там, не 100% с потерями, все-таки… Ну, как, мы, короче, перестали называть это «папост на УК», мы сделали все-таки общую бухгалтерию единую, там, юродел, ну, IT-администрацию и так далее. Меньше политические вещи. Да, 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 но меньше вот этих стратегических, там, знаешь, там, управленческой отчетности, там, документооборот и так далее, и так далее. Вот, то есть, мы оставили структуру для бизнеса, а не над бизнесом. Понимаешь, поэтому, ну, вот, в нашем случае получилась оптимизация. Ну, и то есть сейчас мысли, вот, как бы, чтобы сделать бизнесы более мобильными, а сейчас просто время такое, когда вот, ну, среда неопределенная, все меняется очень быстро, поэтому бизнесы должны быть тоже… Ну, условно говоря, даже до того, что вот я пошел до бухгалтера, он не выставил счет, там, и так далее. А когда это в отдельном офисе находится, это уже, вот, там есть процесс. Ну, как бы, да. Вот, касательно ошибок, что-то было еще такого прям глобального? Ну, глобального… Ну, во-первых… Ну, по-первых… Какие-то какие-то… Ну, мы занимаемся, как менеджментом, если там вообще ошибок… Ну, если говорить об организации мероприятия, об организации чего-либо, вот… Одна из ошибок, например, моих, ну, назовем ее так… Вот, есть такое понятие русский менеджмент, русский стиль управления… Ну, начну издалека… Мы… Я вот перестал заниматься операционным бизнесом, вот, последнее, что я сделал в Новосибирске, это выводный рынок компании TV2, он выходил в 2010-й год, по-моему, это было, если не изменяю память. Вот мы сделали масштабную рекламную кампанию, там флешмобы, промо-акции, и огромный был ивент на 120 тысяч человек… Я помню, вообще, даже эти… Невесты ходили… Невесты, невесты… Да, я помню… Мы делали, да… Наше агентство организовывало эту историю… Ну, совместно, кстати, стоит отметить еще агентство «Ура!» такое было Алексей Газак… А то посмотрит видео, обидится, скажет, не упомянул… Ну, вот, делали вместе… Ну, и, короче, там такая история… Это просто как демонстрация… В общем, делали ивент, и я в день мероприятия отвечал за главную площадку, за сцену, где все… На площади Ленина все происходило… Ну, и, соответственно, мы там нагнали кучу спецэффектов, всего-всего-всего-всего… Приехал, выстрелили в трибуну… Все шведы приехали, руководство теле-2 там… Ну, в общем, заказчик в полном… В полном крахмале… Пришел на мероприятие… Ну, и выходит… Двенадцать часов старт мероприятия… Он выходит торжественно… Начинает там… Уважаемые жители города Новосибирска… Я рад приветствовать вас на открытии… Сотого экрана компании теле… И знаешь, такой… Ну, как выключающийся пылесос… Вся сцена такая… То есть выключились все телеэкраны… Огонь там… Свет, все, звук… Ничего нету просто… Ну, как бы… У меня вот глаза… Как эти… Как в мультиках… В том и Джерри… Помните… Такие долгые руки… Я примерно прикинул сразу размер неустойки… Там выходило порядка 15… И поэтому… Миллионов… Да, да… Стал не сильно переживать… Забереживался, волновался… И… А там, короче… Захожу на сцену… А там происходит… Вот 30 мужиков… Там же наш подрядчик… И всякие… Айтишники… Ну, вот… Кто оборудованием занимается… Звукари… Видео… Они вот так бегают… А-а-а… И просто… Ну, никакого… Нет порядка… И вот пытался я разрубить это… Ну, 20-30… Ну, ничего не помогало… Я никакого… Ни контроля… Ничего… И вот… Ну, тогда только пришлось включить… Русский менеджмент… Про который я говорил… Да, это вот… Ну, вот… Чему это все рассказывает… Да, что есть определенная… Стадия… На которой помогает… Вот… Мне кажется, что это только в России работает… Помогает… Оттаскать… Ну… Самопонимаешь… Начало… Когда ты вот уже в реорганизации… Ну… В сложном месте… Начинаешь… Что вы сейчас с этим… Генератором… Идите там… Ну, вот это все, короче… И все-таки… И реально тебе происходит… Чудо просто… Да… Все все поняли… Такие пошли спокойно работать… Вот… Ну, то есть… Ошибка здесь какая была… Ну… Ну, тебе придется быть жестким… Да… Там… Это может быть кому-то не нравится… Кто-то тебя не полюбит… Там… Это не популярные методы… Ну… Вот этот популизм… И попытка быть мягким… И вот… Ну, она нас… Вот… Как раз… Я привел пример, да… В бизнесе… Ну… Там, где надо было принимать жесткие решения… Ну, тоже УК, например… Ну, вот надо было закрывать… Ну, еще года-полтора назад… Понимаешь… Ну, нет же там… Дружеские отношения с директором… Там, как бы… Ну, вот… Все выглядит очень так… Знаешь… Красиво… У меня есть друг Василий Ульянов… Они… Четыре-пять лет назад запускали сайт… Ну, КИЗ, который должен был стать номер один… Там… Колеса… Колеса… Казать… Ну, наверное… И реальной части, скорее не стали… Вася Ульянов… Друг мой… Вот он постоянно говорит, что… О России, говорит… А… Когда, говорит… Открыл свою компанию… И понял, насколько много там воруют… Какой трэш творится… После этого, говорит… Я стал голосовать за Путина… Потому что… Я понимаю, что по-другому нельзя… И это, кстати… Вот книга «Ицхак Одесс»… Я тоже начал читать… Про управление изменениями… И он говорит о том… Что… Большинство… Руководителей… Принимают решение… Как диктаторы… Ну… Тоталитарно… А… Реализуют его… Как… Демократия… Ну… Довольно мягко… А тут важно… И… Реализовать очень эффективно… И он говорит… Что… В идеале, говорит… Демократичное решение… То есть, все приняли… Сотрудниками… Да… То есть, это их идеи были… На самом деле… Просто он как будто снял… Как сливки… Да… Но потом реализация… Довольно жесткая… Тоталитальная… То есть, четко разделяет… Момент принятия решения… Да… Его там реализация… Ну… Вообще… Вот на эту тему… Есть очень классная книга… Тарасова… Я как-то сначала… Недроценила… Потом… Поехал на Кремль… Искусство… Вот это… Искусство управления… Искусство управления… В кармане, по-моему… Да… Там вот про… Китайские стратагемы… Да… Что… Ну… Это… Древнее китайское искусство управления… Да… Искусство императоров… Ну… К слову… Это про Путина… Как бы… Он там… Мне так читается… Он очень многим пользуется… Да… И как бы я тоже… Начинаю понимать… Некоторые… Его решения… А относительно… Вот руководства… Ну… Я полностью согласен… Это, конечно, звучит красиво… Не всегда это получается… Ну… Хорошо делать… То есть… Конечно, было бы круто поесть… Вот всем вот таких правил… Там… И… И неукоснительно следовать… Ну… А еще… Причем… В этот раз я вспомнил… Он тоже… Вот классный пример… Говорил… Говорит… Что руководитель – это огонь… Вот он очень теплый… Ты можешь пройти погреться… Да… Гректор… Вот… На свете… Это освещает… Ну… Ну… Вот это… В его понимании… Идеальный стиль руководства… То есть… Прикольно говоря… Такая очень… Понятная… И чем кончилась история… А… Да… Это еще один вывод можно сделать из этой ситуации… Вот когда мы начали орать уже… Да… Жестко… И все-таки… Проблема… Что остановился генератор… Генератор… Надо… Найти человека… Кто за него отвечает… Он там работает… Ммм… Компании… Группной… Короче… Они не могут привезти новый… Ну… Там в общем деталей много… Но по факту… Что через… Организовали работу сцены… Там как бы… От города запитались… В общем… Люди особо не видели… Что что-то происходит… У нас было 3 часа на решение проблемы… Вот первых полчаса мы… Потерялись… С 12 даже… До 3… Да… 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 В 3 у нас там… Ну… Их с утра не так много собирается… То есть… Там как происходит мероприятие… Тысяча, да… Человек на начальном этапе… И потом… И вечер… Хедлайнер… Там фейерверки… Там вот… Все 120 собирались… Ну… В общем… Потеряли время… На популярные… Ой… На популярные методы… Потом… Стали непопулярно решать… Ну… И приходит… В общем… Где-то в 2 часа… Такой… Знаешь… Технарь… Где-то… Где-то нарыл его… Ну… Как реально… В американских… Боевиках… Он пил… 16 лет… Пил до этого… Приходит реально… К этому… Дизельному… Генератор… Вот это… Подходит… Сигаретка… И говорит… Так… Ну… Какая проблема… И реально… Знаешь… Там… Берет… Какой-то… Отверткой… Ну… Что-то… Короче… Подкручивает… Ну… Буквально 2 минуты… Дело… Вот… И все… И он заводится… Ну… Все нормально… И тут… Были 30 человек… Которые носились… Технические… Они прям… Ну… Видно… Что со всех… Вот эти… Долго и обратно… Закрутились на глаза… И… В общем… Все… Переключились… Там… Технические моменты были… Но в итоге… Все… Все… Прошло нормально… Да… Но смысл-то какой… В том… Что… Вот одна проблема… Она тебе кажется… Ну… Все… То есть… Я тогда похоронил… Как бы… И бизнес… Думаю… Я уже стал… Думаю… Так… Кому я пойду дворникам… Значит… Техни… Ну… Оказалось… Смотрена… Глобальная проблема… Оказывается… Если ты как бы… Ну… Вот… Кем-то другим там… Да… Или ты вот… Выныриваешь из этой… Своей внутренней каши… Да… Кто-то может прийти просто… Отверткой вот так… Чуть-чуть подкрутить… И вся система… Она вот… Обратная… Все пойдет… Так что… Ну… Если есть какие-то… Большие проблемы… Нужно вот… Находить этого человека с отверткой… Который знает… Где… Ну… Ну… Граница горит… Между успехом и неуспехом… Очень тонкая… Да… То-то и дело… Понимаешь… И… Вот это интересная… Реально история… Как это получается… Слушай… Давай поговорим про… Ну… Я так понимаю… У вас прям… Битуби сегмент… Да… Вот вообще… Битуби… Мы в этом… И находимся… Хотя… Сейчас пытаемся… Ну… Давай… Про… Про… Битуби… Я вообще считаю… Что… Битуси… А вот… Битуби – это другой рынок… Я вообще считаю… Что… Битуби – нет… Потому что… В любом случае… Есть… Человек принимает решение… Который… 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 Физик… Он такой… Ты… Я… Он один… Так… Что ты думаешь… По этому поводу… И на моей ли ты стороне… Я… Нальел на тебя еще… Спасибо… За чай, кстати… Я на стороне… На половинке твоей стороны… Понимаешь… Ну… Смысл… Человек… Если… Переходить все-таки… Ближе к практике… Ну… Мы очень активно… Сейчас внедряем… Свои… Ти решения… Немецкое… В разные компании… Один из наших клиентов… Это компания… Ауди… Кастерама… Я очень… Во многом согласен… Что все происходит на людях… Да… Все это отношения… Принимать решения… Но если взять крупняк… Например… Битуби… Такая компания… Ну вот он сидит менеджер… Понимаешь… И там реально сидит… Вот даже… Заказчик из бизнеса… Он говорит… Да… Да мне надо вообще… Да уже два года назад… Надо обнедрить… Это ваше… Медиахронилище… Да… Ваш корпоративный… Бренд-портал… Ну… Как бы у нас есть IT-департамент… Короче… Ну… Он как бы лицо принимающее решение… Да… И типа от него все очень зависит… Но… Там… Он… Он лицо не действительно принимающее решение… И… Короче… Мой ответ… Ну… Ну… Да… Это тоже есть история… Хотя были случаи… Банки… Был случай… Что ЛДПР все принял решение… Например… ЛДПР – это лицо действительно принимающее решение… А… А… Так вот… Этот… Тоже… Вот… ЛДПР все сказал… Надо делать… Усили на уровне ОПР… Они там… Ну… Бюрократическими процессами… Отбились от этой системы… Понимаешь… Поэтому я отвечу статусом ВКонтакте… Все сложно… Понимаешь… Прикольно… Согласен… Что все решается… И по сей день… В бане… Там… В наличности… Да… Важен твой… Твой… Поблисити… Кто ты вообще… Там… Ну… С тобой просто так не будут работать… Но… В том числе… Есть в крупных компаниях… Вот эти бюрократические проволочки… Через которые… Как бы… Зачастую… Даже сам… Президент компании… Не может пролезть… Поэтому… Звучит красиво… Да… Что все на людях… Но не всегда… Я понял… Слушай… Скажи… Вот… Если говорить о крупном чеке… Да… То… Что касается… В B2B… Вот есть у тебя какие-то фишки… В B2B… Которые… Скажем… Ну… Реально… Это личные твои открытия… И то… Что тебе там… Скажем… Помогает пробиться… Не знаю… КлпР… КлпР… То есть… Какие-то примеры… Есть много разных фишек… Когда холодные… Пробовали продавать… Это… 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 Тяжело… Это очень тяжело… Особенно в Москве… Да… Кстати… Конверсия… Больше… Тяжело… Ну… 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 Вообще… Какие каналы… Есть там… Интернет… Который… Работает на мелкие компании… Это… Семь… Тендеры… Всякие госзакупки… И прочая история… Потом… Ну… Как бы… Вставки конференции… Личные знакомства… Ну… И… Как вариант… Вот есть… Хоть в белокол… Это… Старый доволен… Колоткол… Всегда работает… Если говорить о… Битуби… Кстати… Вот… Забегая вперед… Да… Когда у тебя… Есть один… Так… На сибирском… так скажем административно удалось получить и потом надо от него так быстро-быстро-быстро-быстро-быстро-быстро-быстро и как бы ну свалить напомнить свое портфолио на тех деньгах которые ты зарабатываешь с постоянного клиента еще другими чтобы он не стал основным твоим клиентом потому что когда он начинает тобой управлять консалтеры приучаешься не осмотрел даже не в этом что у тебя 90 процентов это только вот банк твой клиент если он уходит от тебя тебя генет вообще по-всякому такое у нас тоже было так вот а если вы кстати не думал об этом мы это кстати вот эту ошибку в москве допустили у нас был весь крупный банк очень и мы долго сидели вот на нем было комфортно я начал много денег там большие обороты и так далее но там поменялся менеджмент и стали свои другие команды заводить ну и соответственно потеряли эту клиенту и по сей день именно эта компания не чувствует себя так хорошо как чувствовал полтора года назад так вот а по фишкам да ну первых я считаю что когда тебе говорят что там вот холодные звонки не работают или там скрипты не работают там это все конечно картины мира людей и у каждого она реально своя и не факт что ну правильная ну как бы вообще можно сказать не так и правильный правильный может сказать что они единственные есть разные картины мира и вот из них формировал пример привожу думали как же вот можно заходить в холодные в крупные компании с предложением по организации мероприятий вообще самое стандартное что может быть конечно это такая напряженка для менеджера по продажам когда он звонит много раз в компанию его шлют как бы где-то я принял текст но это как знаешь вот ты допустим сделал спам рассылку может быть ты когда я увидел я не знаю какую-то рассылку сделаю тебе там написали на тебя отписалось на 15 подписчиков и ты сидишь на 15 человек нажали на subscribe и вот пока по поводу каждого человек это отписался твои рассылки ты будешь говорила вот так же как и холодные продажники у них это ближе да все равно я считаю это глупо горевать по поводу того что тебе сказали нет но тем не менее это как-то все равно выжигает человека и мы придумали такую такую фишку скрипт значит был такое поскольку мы креативное ивент агентство да и все что мы делаем это наша цель наша миссия приносить позитив до организовать не факт что они должны быть счастливы только когда мы делаем свое конечное мероприятие они могут быть счастливы от любого контакта с нами да ты можешь продумать цепочку таких вау фишек на каждом этапе и ну как бы у тебя идеальная схема заработает не так просто до сих пор доводим это до конца вау фишка станки не простая короче открываю коммерческую тайну скрипт который нам дал ну до этого была конверсия типа 5 процентов что-то около того вот скрипка следующий шаг именно на дару встречу скрипт который дал лету 30 процентов звучал он таким образом скрипт для пробивания холодняка называется звони девочка на телефон вызвать надо сначала выйти на лицо с которым встречу нам это обойти секретаря короче об этом не будем в итоге вот когда у тебя есть телефон конкретного человека а заняты вы там здрасте меня зовут там татьяна значит звони по другому поводу первый повод что вы улыбнулись все-таки весна за окном а второй повод хочу назначить встречу чтобы рассказать как безупречен отличный сервис нашего агентства вот никогда не будет бедствовать тот кто с нами работает надеюсь вас настроение год не часто же люди стихах продают на том конце слышно как люди стекают под стол просто понимаешь ну то есть я реально вот на тебя были ушат креатива просто непонятно что там реакция была всякая что а дальше деньги не взяли и реакция была такая что кто-то морозился но были но процент был небольшой что только говорит в основном была тактика да прикольно креативно а чё вы там где люди сами скажите мне чего вы делаете чем вы занимаетесь вот классный да вы пришли мне пожалуйста на презентацию сами начинают просить сами спрашивают ну и как бы встречи назначаются гораздо проще с этим дальше это подправка презентации он тоже может быть и стандартно понимаешь она тоже может презентация какая-то интересная тут надо всю эту цепочку следующий этап можно продумывать вот этот скрипт короче ну он людям доставлял какое-то счастье там тем людям вот понимаешь они они нам близки и мы должны работать с теми людьми которые близки на нашими клиентами должны быть наши единомышленники да если кто то скажет да учат дебилы что ли но это просто не наш человек ну а собскает значит все до свидания вот и и он еще делал нам своим позитивом конечно я вот там сижу и слышу потому что менеджеры звонят с таким стихотворением рассказывает как бы это было приятно но с другой стороны что интересно понимаешь вот эту картину мира мы здесь в москве реализовали когда я там рассказывал проект в красноярске в новосибирске пока ты реально не придешь не сядешь не покажешь не посидишь с ними там неделю на телефоне пока что это работает они могут вообще годами говорит что у нас новосибирске вообще рынок другой люди другие совершенно они эти стихи не понимают короче то есть но понимаешь насколько разная картина мира реально у всех вообще что да про кишку битуби фишки пришли к тому что не надо стереотипов да нет никаких правил нет есть картина мира они у всех разные и как бы что позволяет себе навязывать чью-то чужую картину мира этот алюшер османов вообще миллиардер же сказал и спросили журналисты в чем секрет успеха мне уже понравился он ответ в искусстве горит знание человеческой природы я понимаю что у каждого реально своя картина мира вообще ты ты осознаешь что нет вообще рабочих и нерабочих вещей просто как какого бы теста мне кажется только тестить и только верить когда ты ты не заведовано что это не работает эту часть картина мира алишер османова скажи вот такой вопрос сколько пять компаний да ты по последним просто это еще такой стартап не рассказал давай расскажи интересная штука на самом деле еще один принципе наверно ошибка начну с нее вот нам мы делали контекстом я пошел на бизнес молодость еще бы где-то получился всякий директ директом там контекста река не пейджем короче и вот ну и приходили все туда чуть ну классно же через интернет клиенты сыграть нам заявки но все приходили какие-то знаешь небольшие компании вот маленькие клиенты тридцать тысяч сто тысяч там у вас к 100 тысяч мало очень невыгодный человек много вот бумажной работы короче не отбивается эта история и вот ты сидишь и тебе реально тебе вселенная подсказывает просто выйди из своей корсу задумайся что-то здесь есть вот на этом этапе можно где-то два года мне потребовалось чтобы понять что что-то тут реально есть понимаешь то есть вот они есть эти клиенты огромное количество таких людей по записать тысяч которые хотят да а мы а а для нас это и вот это и деньги это вообще не алё понимаешь но возможность остается и люди такие остаются и они приходят и звонят и звонят а их фильтруют и фильтруют ну то есть в этом смысле мы шли вот против против рынка эффект когда вот на нас подует подует и не туда как бы ловимся в свою сторону вот сейчас мы приосознали это немножечко и решили попробовать запуститься по ветру то есть мы очень много лет занимались организации мероприятий были корпоративы большая часть доля это была организация праздника корпоративных мы решили упаковать как против коробку то есть есть уже решение маленькая большая коробочка есть есть они розничном сегменте да вот у нас именно корпоративный сегмент большая коробка здесь находится ну реально вот перед новым годом людей проблема особенно небольших компаний вот тебе надо там организовать новый год в основном то сидел от либо своими силами либо ведущего привлекают либо взят в офисе либо в ресторане а программу нет ничего нет плюс есть какой-то реча менеджер там или директор который в последний момент носится в пробках стоит он покупает какие-то оформления елки и так он короче занимается и богу стоит в пробках и очень сильно напрягается на эту тему вот чтобы этим всем не заниматься можно купить коробку получится и там полный комплект там есть оформление сценарий там всякие видеоконкурсы костюм деда мороза и много-много всего сразу открыл вот и собрал себе праздник причем креативный праздник не какой-нибудь там там одиннадцатого именно интересный такой мини-бок-пластер твой короче путь от стороны масштабируемого да да и вот здесь мы как раз называется это все с мати-пати . это вот наш путь то как пути в более розничную историю из крупного битуби мелкий сегмент мы вообще сидели короче там история такая что мы вообще сидели в одном офисе саши были соседними 10 на минус первом я думаю мы не из последних компаний которые были те примера помнишь то есть раз когда игру просто мы сделали решение мы сделали конвейер и мне руки прямо расслабились я помню тебе дело делай коробочку ты прям в смысле сделай коробочку мы сделали коробку да ну и поэтому я чем можно рассказать русло под боком буквально компания выросла в прекрасный такой бизнес мне очень нравится что у вас происходит и люди которые у вас выросли на глазах но это круто все в общем ты ты вот эту механику которую по продвижению помнишь места вы обсуждали ты применял на то есть в итоге сейчас яндекс вообще отключил если говорить до контекст нас в праздниках вообще вот вот эти слова включил этом новогодний корпоратив 1000 рублей стоит клик сейчас что-то около того вот собирали и дро семантическое смотрели директологи вчера как раз ну дико дорого вообще не эффективно и вот эта схема твоя через социальные медиа да не самым а конкретная конкретная механика когда даже просто короче вот это твоя история мы можно сказать просто адаптировать под свой бизнес сделали вы себя реализовали и по кабель и жаловаться мне нравится то все работает но и самая главная вещь что масштабируемый канал пресс прочел просто вот в яндексе там тупо горячие клиенты но с ними работать довольно просто ну относительно сделка из его строила чек-то 50 тысяч на ивент но проблема в чем что большая конкуренция у нас на фейсбуке очень низкая конкуренция особенно в ленте сообщение вообще никому не говорите об этом у ленты рекламы не справа на фейсбуке в ленте сообщение очень высокий сетях особенно размещается самая нормальной фотографии и дальше ты понимает их проваливаешь не на какой-то там лендинг там простыню да да это вообще не оставляешь вариантов и говоришь просто вообще вот не надо быть умным я все-таки размещу прям залете расскажу ну реально вот вот раздевшивая не мы собираем имейлы там два шага да на первом собираем имейлы на втором шаге вы хотите вам еще дед мороз или снегурочек на первом ты не просто собираешь ты уже что-то даешь да мы прислали презентацию проекта и рассказано то есть у нас есть презентация могли бы просто ее раньше надо просто стояла после твоего совета мы поставили что до email получит презентацию скажи что по цифрам примерно те же ну про цифрам примерно сейчас получается пока просто мы не так много трафика ли поэтому я думаю что они будут меняться но пока коммерция 9 процентов у этого сайта 9 и с учетом клика в общем сколько тебе регистрация входит короче получилось так что мы потратили около 3000 рублей на продвижение публикации получилось 30 регистрации то есть это получается 100 100 100 рублей за регистрацию до 100 рублей за регистрацию там клик тысячи рублей самое главное что мне нравится что когда сейчас до конца еще четыре было тех которые доставили телефон и там такие живые короче уже одна даже там заявка упала ну то есть как бы потихоньку этот механизм налаживаем я думаю что цифры будут меняться я надеюсь я уверен что они будут выше на самом деле потому что там все пока что вот так а стройка идет происходит самое главное отчет я вижу вообще свет в этом тоннеле что ты не на каких-то форумах ты не на каком-то яндексе супер дорогущим трейд на канал где ты один раз делаешь и потом ты просто умножаешь бюджетно это все увеличиваешь дел по сути ты можешь там масштабируется по всем миру с такой короткой ну да с ней конечно проще масштабируется чем там с каким-то решением для с услугой да вот тяжело что мы всегда на 20 такая пропаганда что мы для каждого клиента уникально нашим из принципов и мы делаем всегда реально креатив уникальный это за что нас реально любят почему мы там одной из крупнейших мест сибири клиенты но для масштабирования это тяжелая стратегия реально тяжело масштабироваться когда ты каждый раз под каждого клиента все придумаешь не лучше ли придумать все один раз для себя давай краткие просто про фокусировку нам щит аккумулятор сядет уже у тебя пять бизнесов участок про 5 рассказал как раз начали вопрос считаешь ты что это нормально или это ненормально что уж фокусироваться или скажем как диверсифицироваться в данную данную секунду картина я считаю что это нормально конечно я же как-то в этом живу для определенного типа людей нормально но конечно как бы я люблю футбол но и там как бы я очень сильно захотел помочь команде очень сильно реально вообще защитник игра защите и стал бегать и нападение ну то есть мы там как бы проигрывали сильно и вот мне так захотелось на поле короче захотелось так чтобы и понимаешь что вот что получилось в итоге короче мы там еще пять голов пропустили потому что я просто не успевал возвращаться назад да ну хотя я забил но смысл там что я уплохался просто в хлам я реально не уничтожил свое тело он просто играет 60 минут два по 30 если говорить вот об этом а когда играешь на тупо защитил последнего играешь ты вообще не устаешь ты можешь весь матч проверять и ты будешь максимально эффективен на той позиции на которой ты встал вот но отрабатываешь свою четкую конкретную роль поэтому ну как бы расфокусировка она действительно в этом смысле вредна лучше чем раньше ты определишься кто ты есть и как ты предлагаешься в определенном бизнесе тем лучше в моем смысле как бы там есть минусы не хватит там видео ну много ошибок реально вот где мы вот вот наше внимание вот так вот растворялась понимаешь сейчас сейчас я стараюсь да несмотря на то что есть вот как бы разные бизнесы но при этом быть вот сфокусированы в определенном времени только на одном и вот ну вот как то вот так то есть вот так да а вот фокус он один ты просто и вот так вот двигаешься и высвечиваешь разные промежутки и там застряешь внимание все вот например там ну на этой неделе там словом говоря занимаюсь только коробкой с мати-пати не очень хоть трава не расти там чего бы не происходило простой пример звонить мне лёха партнер и кота сбербанк на 6 миллионов приезде помогли прийти так до конца жизни будет происходить понимаешь если вот так буду делать надо сейчас взять вот это конкретное дело дожать то есть вывод такой что в принципе ты можешь хоть 10 бизнесов открыть мы просто будешь менять здоровье на деньги в идеале заниматься фокусировано одним идти к этому либо из у тебя 5-6 формате тумблера ну да формате переключения и смысл в том что все равно ты как бы не можешь во всем разбираться наши бизнеса они все около маркетинга и мероприятий до организации вентам и плюс вот айти но он тоже маркетинговый то есть все это би ту би все это похоже то есть у нас хотя бы в одной у нас нет такого понимаешь там это у нас есть и ресторан и космическое бюро и химчистка там и общественную туалет вот это вообще ушатанные при этом при всем в разных стартапах ты может быть все равно везде всегда будешь проявляться у тебя везде проявляюсь как творец стал тем везде там с учет создаются на и создаю создаю хаос до его музыку и не приходит другой часть который должен навести боя так он все на этом но он везде появляется как англо-саксонский как этот никого-то работает забыл парня да все вы его знаете короче никого работает посмотрю оливер хьюз такой вопрос классический саш кратко если если абстрагироваться от сферы в чем ты считаешь секрет успеха и что такое счастье для тебя секрет успеха кроме фокусировки мне кажется ну не знаю я сейчас может солнышко мне как-то нахлынуло нежное чувство к своему партнеру ну есть можно разом говорить да но я хотел бы отметить но вот у нас я считаю что мне очень сильно повезло и секрет успеха кстати во многом везение заключается но я не об этом у меня есть партнер алексей с которым уже получается вот 8 до строим компании и было всякое разное ну то есть вы критические периоды там ну ну и сейчас вообще не так просто где-то приходится ну да люди обычно не в штопоре да понимаешь вот чтобы не происходило в этом мире у меня есть одна незыблемая своего партнера что он меня не предаст что он не бросит и я сам никогда в жизни вот него ну и соответственно не придам ничего такого плохого не сделал ему вот ну как бы вот есть одна штука на которую ты можешь играть вообще вот тут всегда просто в любой момент да и вот мне кажется именно этот такой секрет успеха и да и то ну и секрет счастья вообще найти такого такого партнера найти единомышленника да и поэтому пользуясь случаем благодарю алексей залез до своего партнера разные в жизни ну как бы ну он дополняет это не терпеливая там где-то слишком эмоционально там и еще что там да но вот с ним я всегда говорил надеюсь никогда не изменится как бы ну вот с ними я готов вообще до конца идти и строить бизнес я сразу вспоминаю ваня череншова кстати бывшего своего партнера он говорил прикольные вещи на тренинге что партнер сотрудник ну короче кто кто рядом с тобой обычно как ты на него давишь ну надеешься как бы облокачиваешься он продавливается вот облокачиваешься пружинивает короче назад идеальный партнер когда вот короче стол ты ставишь четко знаешь прогнозируешь его реакцию знаешь что он ни вниз ни вверх он никуда не идет в любой ситуации хорошо плохо я допускаю я допускаю что я для лисе не идеальный партнер ну а счастье вот хотел тут как бы тоже многие любят строить хрустальные замки понимаешь там курсулироваться ну каждого свое в общем для для себя четко понимаю что у меня там ну наличие денег именно как цифры на счетах они меня часть вообще никак не приводят вот как бы для меня счастье это вот опять же единомышленники общество дружба любовь и и возможность творить вот для чего собственно и нужны деньги да для того чтобы как бы создавать создавать все больше и больше получать я помню ты говорил даже что находиться ну да не люблю быть один вообще тяжело для меня это реально пагубно влиять раз пишутся депрессивные песни и так далее вот поэтому в мое видение идеального да вот мне как-то рассказала знакомая до сих пор это концепция с головой выходит дом под названием звезда называется дом там у него много концов таких больших да такое менее но все большое и вот там живут например там мог жить мой партнер в одном конце это такая огромная сушевом подоговаривались и сады есть вот такое центральное лобное место то есть грубо говоря вот ты живешь абсолютно своем личном пространстве тебя никто никак не нарушает и не может но если тебе вдруг хочется какого-то общения там еще что-то ты всегда выходишь вот в это лобное место до условно говоря ну и как бы и там происходит какая-то движуха всегда там всегда общество типа дом 2 не знаю не смотрел после передачи вот дом 1 я любил басков неплохая память так я вообще себя вы не за ура там нежная я знаю что невозможно и створить гармония с собой а также общество друзья天и вообще не то что не очень конфликтно ты даже конкуренции тянет код я вообще не понял что здесь конкурент обычно значит горит вот там конкуренту что поджимать я вообще себя все хорошо но насчет конфликтности не знаю иногда я могу все-таки русский между управлением включить но в целом стараюсь как-то такое еще в принципе у меня даже такая песня так и не записал еще смысл в том что понимаешь как бы мы всегда можем реагировать так как мы этого хотим на все происходящее во внешней среде я ехал на машине до 7 назад такой счастливый радостный там все веселый тут те кто-то подрезает на улице фронта и ты ах ты скотина ну вот это все из тебя рвется ты в общем отпустил себя в гнев да какая-то вот там где-то в книге не помню что миндалину короче тебе защемило есть такое понятие крокодиль мозг включился и все эти уже короче не может и это называется как не что-то подрезал я же мог выбрать свою реакцию я мог сказать так открыл короче пульт управления я мог если мне хотелось аппарат на него выбрать а а а Субтитры сделал DimaTorzok